Виктор Савков Капитальный будет дан ремонт. Это касается и покрытия, и ограждений, и освещения. Сейчас определяться с проектным решением и будем проводить конкурсную процедуру, выбирать подрядчика, чтобы данную работу провести. В ходе рабочей поездки депутат вместе с представителями теруправления осмотрел скандально известную многоэтажку, которая была сдана в эксплуатацию без газа, света, воды и отопления. Мы въехали, коммуникации не было еще, но мы думали, что это где-то на полгода затянется, и мы были готовы воду носить, еще какие-то издержки потерпеть. Но затянулось на 6 лет, к сожалению. Лифтовые шахты пустуют, по этажам гуляет ветер. В доме на данный момент проживает всего три семьи. Еще в 2016 году жителям обещали, что коммуникации будут постепенно подключать, но до сих пор ничего не сделано. Есть только стены и окна. При этом юридически документы оформлены. Как так произошло, необходимо разбираться. Но вместе с тем необходимо определить, что с этим делать дальше. Сейчас будет проведена экспертиза комплексная о состоянии данного здания, несущих конструкций, его ремонтопригодности, возможности восстановления и достройки. Инженерные недоделки – далеко не все. Фасад дома уже требует косметического ремонта. Трещины, которые на облицовке, они находятся только на одном из этих фасадов. Больше по дому трещин нет. Предположительно, это связано с просчетами конструкции, либо с недостатками строительства. Арматура, возможно, была рассчитана неправильно, либо это были не те заложенные диаметры арматуры при строительстве. Все технические решения будут приняты после завершения экспертизы. Ее результатов ждут все стороны. Елена Морозова, Николай Бирюков, телекомпания «Одинцова». Субтитры создавал DimaTorzok